Всем привет, меня зовут Оля Культ, я амбассадор бренда Stalix США. Это Stalix Nail Show, и на наш четвертый эпизод я пригласила к нам гостя на интервью, на, наверное, ее первое интервью, замечательную девушку, очень крутого мастера, мастера маникюра Кэндалл Дженнер и Хейли Бибер. Это Лиза Конн, она основательница собственного салона в Лос-Анджелесе, основательница собственного бренда гелевых лаков, и сейчас мы у нее расспросим, как же стать мастером маникюра звезд мировой величины. Можно я сразу на «ты» перейду? Да, конечно. Спасибо большое, я на самом деле очень-очень рада с тобой наконец-то познакомиться лично, и я очень благодарна участию во всех наших онлайн-мероприятиях. Спасибо, что ты делишься своим опытом с начинающими дарованиями. И я у тебя очень-очень давно хотела спросить, расскажи вообще, сколько ты в индустрии что-то добилась вот таких высот? Ну, самые первые шаги были где-то лет 8,5-9 назад. Это еще было в России, в моем городе Тверь. Я тогда начала делать ногти только себе и маме, и сестре, и мне просто это настолько понравилось, что я начала делать каким-то друзьям дополнительно. Это так быстро-быстро развивалось, что я где-то через полгода, наверное, бросила свою подработку. Я тогда в университете училась и начала заниматься именно полноценными ногтями. А у тебя была в Тверье своя студия? Я работала дома, у меня был дома свой кабинет. Студии дома не было, ну, в России, поэтому, да, работала дома. А как ты в Америку попала и как вот это там вообще все получилось тогда, интересно? Ну, в Америку мы, в принципе, с мужем давно хотели переехать, и первый раз мы туда приехали просто как туристы посмотреть, что к чему. Нам очень понравилось, и мы в итоге выиграли грин-карту, и поэтому, в принципе, переехали. Когда выиграли, у нас не оставалось сомнений, что мы сюда поедем, потому что здесь, конечно, совсем все по-другому. И вот мы переехали. Первые полгода, когда мы приехали сюда, мы путешествовали просто по Америке, и потом уже приехали в Лос-Анджелес и начали обосновываться. Ну, ты сразу знала, что ты откроешь свою студию, что ты будешь работать сама на себя, да? Ну да, я когда приехала в Лос-Анджелес, я сначала тоже сделала себе кабинет дома, то есть я не планировала сразу открывать студию, я планировала потихонечку начать работать дома, и в дальнейшем я планировала открыть больше школу даже, нежели чем салон. Но потом мы узнали, что здесь для того, чтобы открыть легальную школу, давать лайсенсы, нужно просто огромное количество документов, что это очень тяжело, и это очень дорого, то есть это большие деньги. И мы решили, да, что когда у меня уже запись была очень плотная на полтора месяца вперед, что мне нужно кого-то себе брать в помощь, потому что я просто не справляюсь. Как долго шла к тому, чтобы у тебя была запись на полтора месяца вперед? Вообще как получилось? Мы когда путешествовали, я создала себе страничку здесь и уже начала выкладывать какие-то фотографии, добавлять друзей, то есть я еще не была в Лос-Анджелесе, но я начала себе нарабатывать клиентскую базу, так скажем. Ну да, это как мне показалось, что логично, потому что я уже знала, что мы будем в Лос-Анджелесе, поэтому почему бы не начать заранее. Где-то через неделю, как мы приехали в Лос-Анджелес, у меня здесь уже был первый клиент, примерно через месяц у меня запись была на две недели вперед, и где-то спустя три-четыре месяца вот уже был месяц записи вперед, и я тогда первый раз подумала уже по поводу повышения цен, потому что просто народу некуда было впихивать. Скажи, вот я знаю, что у тебя сейчас 1 сервис маникюр и гель-лак стоят просто безумные 150 долларов, особенно если пересчитывать российские деньги, а с какой суммы ты начинала? Ой, ну это на самом деле смешно, потому что начинала я с 350 долларов. А, так все, наверное. Да, я написала девочкам, кто здесь занимается маникюром, тоже русскоговорящим, спросила, сколько у них стоит примерно маникюр плюс гель-лак, наращивание, и поняв среднюю цену по Лос-Анджелесу, я просто поставила чуть-чуть ниже, чтобы привлечь народ, чтобы люди попробовали меня, потому что пока обо мне никто не знал, естественно, много денег, скорее всего, человек бы не отдал. Ну и, в принципе, как оказалось, что это очень верная стратегия была, потому что очень быстро я наработала себе клиентскую базу, и когда люди поняли, что я делаю и качественно, и быстро, они хотели, естественно, попасть, потому что в Америке здесь, в принципе, практически все клиенты хотят очень быстрый сервис, потому что в обычных салонах здесь, если идешь, маникюр плюс гель-лак полчаса занимает. Естественно, они не делают никакой хорошей работы, но это очень быстро. И когда они попадают к русскому мастеру, и мастер может сказать, что, возможно, это два часа займа, для них это, конечно, шок, так-так, маникюр плюс гель-лак и два часа сидеть. Кстати, я сама вот по своему опыту знаю, что я когда подняла цены с 45 до 60 долларов, мне ни один клиент не ушел, я работала в Шарлотте. Девочки действительно любят в Америке русский маникюр, это прям какой-то культ вообще русского маникюра, в какой-то момент становится, что они такие, да, да, у нас мастер самый лучший, мы никогда его ни на кого не променяем. Это правда. А через сколько, через какой период времени ты пришла к тому, что к тебе пришла сама мисс Дженнер? Это было чуть меньше, чем год назад. То есть она к тебе ходит уже год регулярно? Ну, не она ко мне ходит, я к ней езжу. Получается так, да. Это было, да, где-то как раз перед Новым годом получилось вообще как, что девочка, которой я делаю ногти, она очень известный фотограф, она с Украины, Саша Камсонова, и она работала с ними, она, в принципе, постоянно работает с ними на съемках. И когда мы с ней только сделали маникюр, это был первый маникюр с дизайном, который она делала, потому что она обычно всегда делала однотонное покрытие, она поехала вот на их съемку, и уже потом по тому, как Саша мне рассказывала после, когда они увидели ее ногти, и Кэндалл, и Кайли, они очень понравились, и они начали обсуждать, кто же делает себе такой дизайн, потому что они же не могут ходить с одинаковыми ногтями. Ну, конечно, да. Ну, вот так получилось, что менеджер ее взял в мои контакты у Саши, и со мной связался через несколько дней, позвонила она и сказала, что вот вы можете приехать, пожалуйста, и сделать маникюр Кэндалл Дженнер. Я, конечно, была в шоке. Ты нервничала, да, там мандраж какой-то. О май гад, да, я очень нервничала. Сначала, когда телефон я положила, я еще, наверное, какое-то время не могла вообще понять, что действительно это происходит, то есть я подумала, может быть, меня разыгрывают. Потому что я такого, честно, не ожидала. Потом я посмотрела, что, да, действительно, девушку, которую, ну, как она представилась, ее так зовут, действительно, она ее менеджер. Ну, и мы вот, да, договорились с ними. Я, конечно, всю ночь не спала, я прокручивала в голове, как это будет, что мне нужно с тобой взять, как я должна себя вести, потому что я, в принципе, даже хаус-коллы не делаю, то есть я работаю, принимаю клиентов только у себя в студии. И для меня это был первый опыт выезда на дом. Поэтому это было еще вдвойне так волнительно, потому что я боялась, вдруг я что-то забуду, вдруг что-то мне понадобится, чего у меня не будет. И менеджер мне сказал ни слова, что она еще будет делать. То есть будет ли это наращивание, обычный ногти дизайн. И мне пришлось весь салон практически с собой брать, чтобы точно быть готовой ко всему. Так, а ты специализируешься больше на натуральных ногтях или на экстеншнах? Не, я специализируюсь больше на натуральных ногтях. И даже если это наращивание, то есть я стараюсь их делать максимально похожими на натуральные. То есть я не делаю какой-то crazy длинный, я не делаю, вот как здесь любят огромные длинные акриловые, куча дизайна. Для меня, да, это больше какой-то минималистичный стиль, или чтобы она выглядела натурально просто, чисто, ухоженно. Да, я согласна. Я считаю, на самом деле, что за таким маникюром, безусловно, будущее. Это стопроцентный тренд 2021 года. Это минимализм, негатив спейс. Это очень круто, очень красиво. Сама такое люблю. Хотя я видела у Кайли пару раз такие вот. У меня же ребенок маленький, как она это делает. Ну, у нее, наверное, куча нянь, поэтому для нее это не проблема. Согласна. Согласна. А скажи, а с кем бы ты еще хотела поработать, вот кроме Кендалл и Хейли Бибер? Ну, здесь Лос-Анджелес на самом деле возможности просто огромные, потому что здесь такое количество звезд. Но из тех, кто вот живет здесь, я бы, наверное, очень хотела поработать с Анжелиной Джоли. Я знаю, что она живет прям совсем рядышком от нас. И мне всегда она очень нравилась и как актриса, и просто как женщина, то, как она живет, чем живет. Поэтому, да, я была бы, наверное, очень счастлива сделать ей. Блин, это очень классная цель, я считаю. Я очень буду рада, если ты это сделаешь и на инструментах Сталикс, я буду просто про них счастливать. Да, конечно. Да, конечно. Постоянно же делать фотографию с ними. Конечно, конечно. Скажи, вот, а как пришла ты к идее создать свой бренд гелевых лаков? Ну, когда мы переезжали в Америку, на самом деле не было у нас такой мысли, такой задачи, это появилось уже здесь, когда я столкнулась с тем, что в Америке совсем другое качество материалов. То есть для нашего русского маникюра материалам не стоит совершенно не проходит, потому что у них, в принципе, задачи здесь другие, здесь совершенно другой сервис, другие стандарты. И когда я поняла, что материалов, которые мне нужны на американском рынке, я найти не могу, то есть нужно заказывать только либо с России, либо с Украины, начали появляться мысли, что, возможно, стоит делать что-то свое. И мы сели с мужем, обсудили это, подумали, можем ли мы это сделать, не можем, подтянем ли мы, не подтянем, начали искать информацию, все, как это вообще делается, сколько денег нужно примерно для того, чтобы начать. И рискнули. И где-то через полугода, чуть больше, чем через полугода после этого, мы получили свою первую партию продукции. Я, конечно, ждала ее просто невероятно, была очень счастлива. И мы начали выкладывать какую-то информацию по поводу того, что вот появился такой бренд на всякие форумы и русскоязычные, и англоязычные здесь в Америке. И люди стали заинтересовывать, и стали пробовать покупать. Тогда еще, в принципе, нас никто не знал, то есть чисто это было вот так вот, люди видели, вроде как нравится, ну, давай попробуем. А когда уже я первый раз взяла кендалл-маникюр, она когда выложила свои ногти в сториз, у нас был очень большой приход подписчиков на Инстаграм, огромное количество людей задавали вопросы, они, естественно, хотели попробовать и такой же маникюр, и такие же материалы, и, соответственно, бренд тоже начался немножечко развиваться с большим темпом, потому что вот гель-лаки, например, которыми я и первый раз делала, они стали абсолютными бестселлерами у нас в магазине, и все хотели их, то есть все хотели вот несколько цветов, которые она делала, и, в принципе, до сих пор так и есть, очень многие их покупают. А какие были первые цвета, там какая-то там белый, черный, красный, классика? Первые у нас были самые с ней маникюры, это была натуральная такая основа, светло-розовая, 132-й номер, и был темно-коричневый цвет, у нас был такой, как его здесь называют, коровий дизайн, то есть это был, я его, кстати, показывала, когда вот делала лайт на стайле, вот это был самый первый наш с ней маникюр, и после этого, мне кажется, я в своей студии раз в 50 еще делала его, мои девочки, я даже не знаю сколько, и в таких же цветах, и в других цветах, и матовые делали, и глянцевые, в общем, люди очень полюбили этот дизайн, и до сих пор делают, я последний, кстати, неделю-две назад делала. Это уже год прошел, и до сих пор еще делают этот дизайн. Это уже год прошел, да, и до сих пор делают. Скажи, а вот что тебя мотивирует в работе? Ну вот, знаешь, бывает, просыпаешься утром, такая, так, я вот сейчас пойду работать ради того, чтобы там сеть салонов открыть по всей Америке, или какая вот цель? Каждое утро я, наверное, с такой мыслью не просыпаюсь, то есть, естественно, я думаю про развитие, но каждое утро я просыпаюсь перед тем, как идти на работу, и меня мотивирует то, что я сейчас увижу своих клиентов, я увижу то, как мои ногти, как моя работа влияет на их жизнь, то есть клиент может прийти, там, например, утром с плохим настроением, или еще что-то, и мы сделали красивый маникюр, человек уже сидит, улыбается, у него другое настроение, это тебя очень заряжает, что как бы твоя работа каким-то образом влияет на состояние другого человека, это всегда очень приятно видеть. Конечно, да, ты знаешь, мне, когда я работала, у меня была клиентка, которая сказала, что маникюр, который я ей делаю, он ей помог справиться с постродовой депрессией, это просто, я когда это услышала, это реально, вот просто, вот, казалось бы, просто ногти, да, просто маникюр, а как он может изменить даже, ну, какой-то период жизни твоей, помочь с чем-то, ну, это действительно, потому что мы же ручки видим каждый день, много раз, чаще, чем наше лицо, они должны быть идеальные. А бывало такое, что хочется все бросить, вот прям? Ну, прям все бросить, наверное, у меня никогда такого не было, я очень люблю то, что я делаю, были, конечно, моменты, когда я очень уставала, и физически, и морально, особенно, вот, когда в Лос-Анджелесе я переехала только, я начала здесь очень много работать, я в России никогда так много не работала, то есть, я могла работать 6-7 дней в неделю, по 12, по 13, по 14 часов, потому что, говорю, народу было очень много, и вот в такие моменты, конечно, да, иногда ты просыпаешься и понимаешь, что ты уже ничего не хочешь, и наша же профессия, она очень творческая, здесь очень важно, чтобы был правильный настрой, поэтому нужно просто брать какие-то хотя бы небольшие перерывы, это очень важно для творческого профессия, чтобы у тебя именно было желание творить, а не то, что ты это делаешь, потому что нужно. Потому что нужно, да, когда ты смотришь на свой график, там у тебя просто по 4-5 клиентов в день, ты думаешь, требуешь отселяться и домой спать. Скажи, а вот что бы ты пожелала людям, которые вот только начинают свой путь вот творческий в нашей сфере, в нашей красно-маникюрной сфере, вот какие пожелания? Ну, самое главное, если нравится, то продолжать, потому что в начале пути может что-то не получаться, да, самое главное не расстраиваться, потому что я знаю, что некоторые девчонки, если что-то, если что-то вдруг не получается, они опускают руки и думают, нет, это не мое, ну, как бы я попробую что-то другое, но если нравится, то стоит обязательно продолжать, несмотря на какие-то моменты, если что-то не получается, вот как мне кажется, это самое важное, потому что даже у меня в студии есть девочки, которые, я вижу, что они талантливые, но если вдруг что-то не получается, они думают, ну вот, может быть, я занимаюсь не тем, что мне нужно, может быть, это не мое призвание, главное верить, если тебе нравится это, то нужно продолжать, потому что это, мне кажется, замечательная профессия, ты общаешься с интересными людьми, ты творишь, ты делаешь людей счастливыми, поэтому это замечательно. На самом деле, я очень сильно с тобой согласна, мне самой импонирует очень эта позиция, что вот если нравится, главное, конечно, иногда может не получаться, иногда могут быть плохие дни, где-то там затекло куда-нибудь, в кутикулу что-нибудь, но это бывает, следующий как бы мелькьюр, учтешь этот момент и поправишь. Главное развиваться. Конечно, учиться, улучшать, постоянно модернизировать свою технику, пробовать все новое, и никогда не останавливаться в развитии. Лиза, спасибо большое, что ты согласилась на это интервью, мне было очень интересно послушать твою историю, я даже сама для себя узнала какие-то новые моменты. Спасибо большое, хорошего тебе дня, там у вас в Калифорнии, я думаю, очень тепло и даже неплохо погулять сейчас. Да. Спасибо.